Как избавиться от паразитов в рыбе? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко! А я — врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Некоторые книги купить через интернет можно! А сегодня я решил продолжить серию видео что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И опубликовать отрывок из одной медицинской передачи, в которую я был приглашен для участия в качестве экспертов в диетологии. И рассказать вам, что будет, если кушать сырую рыбу, а также как легко и просто избавиться от паразитов в рыбе. Я вам дякую. У нас еще запитание. До вас, пожалуйста, 490-11-34. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если я в домашних условиях засаливаю селедку свежезамороженную, так? Скажите, пожалуйста, как задезинфицировать? Возможно ли, чтобы от паразитов, чтобы не было там паразитов, не отравиться? Это один вопрос. И, пожалуйста, немножко не по теме. Но как-то я слышала передачу по поводу семени льна. Так вот как-то я уловила фразу, что нельзя заливать семя льна горячей водой. И литинейная кислота образуется. Но, честно говоря, может быть я неправильно уловила. Ответьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам за ваше вопрос. Первое. Паразиты. Все боятся паразитов. Как их не допустить до своего организма? К сожалению, соль паразитов не убьет. Поэтому, если селедку мы засаливаем, то будет человек есть селедку с паразитами. Если не уверен, не обгоняй. Можно делать, ну, вьетнамцы, корейцы, они селедку жарят и таким образом нейтрализуют тех паразитов, которые там могли быть. Засолка не влияет ни на селедку, ни на другие продукты. Можно законсервировать паразитов, но раствор должен быть десятипроцентный. То есть вы после этого селедку, таранку в рот не возьмете, просто вы ее не проглотите. Просто нужно быть уверенным о том товаре, который ты купаешь. Да. Поэтому тут рыба должна быть качественной. И если не уверена, или не использовать, или термическая обработка остановит любых паразитов. Высокая температура убивает всех. Что будет, если кушать сырую рыбу? Не прошедшую санитарную проверку? Я вам расскажу несколько вариантов. А вы сделаете свой выбор. Возможно, в рыбе могут находиться возбудители апистракоза. По-другому называется кошачья двуустка. В принципе это небольшой паразит. Размером примерно в сантиметр. Несколько миллиметров в ширину. Имеющий два рта. Поэтому двуустка кушает с двух сторон. А оправляется прямо через кожу. Там где гадит. Там где живет. А живет двуустка. Любимое место это протоки печени и поджелудочной железы. Иными словами, главные пищеварительные железы. Которые участвуют в переваривании и переработке основного количества пищи. Двуустка, конечно, устроилась хорошо. Причем устраивается еще и надолго. Это долгожитель, который способен жить 20 лет. Индивидуальная продолжительность жизни кошачьей двуустки — 20 лет. Иными словами, если вы один раз в 20 лет неудачно съели сырую рыбу, в которой была кошачья двуустка, то ей несказанно повезло. Если вы ее не удалите — 20 лет она за ваш счет проживет. Более того, вызывает поражение печени вплоть до рака печени. Хронический панкреатит. Если у вас по УЗИ определяется узловатая поджелудочная железа. То есть есть зернистость, крупнозернистая поджелудочная железа. Возможно, это и есть кошачья двуустка. И вам нужно пройти анализ, проверить кровь на апистрахоз. Что будет, если есть сырую рыбу, не прошедшую санитарную обработку? Еще один вариант — рентец широкий. Когда я 30 лет назад заканчивал Киевский медицинский институт, нам рассказывали, что лентец широкий вырастает до размеров 10-12 метров. При длине тонкого кишечника, где он паразитирует — 8 метров. И достаточно сложно разместиться этому паразиту даже в одиночном количестве в тонком кишечнике. А если их несколько, то и подавно. Американский исследователь нашел лентец широкого более значительных размеров — 22 метра. Иными словами, если украинские паразиты с трудом размещались в тонком кишечнике, то американский паразит должен был в три раза сложиться, чтобы не выпасть в толстый кишечник, где ему не самые комфортные условия для жизни. Создан. Лентец широкий живет только в тонком кишечнике. Достаточно серьезный паразит, которого тяжело удалить. Да, можно экстремальными способами попытаться удалить этого паразита. Но чаще всего обрывается часть паразита и выделяется. А маленькая головка, которая внедрена в слизистую тонкого кишечника, остается. И паразит вырастает вновь. Симптомы его носительства появляются вновь. А они обычно — либо токсический компонент, либо аллергический, либо токсико-аллергический. Не имеет большого значения, какие заболевания у вас будут проявляться. Важно, что у вас есть лентец широкий — нужно от него правильно избавиться. Почему назван лентец широкий? Самые окончательные, скажем так, последние членики лентеца — они по ширине примерно как спичечный коробок. И это достаточно серьезный паразит. Но! Заражается человек им через сырую рыбу? Но! Не всегда! Иногда и термическая обработка рыбы не препятствует попаданию паразитов в ваш организм. И что делать, чтобы не допустить паразитов в свой организм? Как избавиться от паразитов в рыбе правильно? Вы узнаете прямо сейчас! Что будет, если кушать сырую рыбу? Вы уже знаете! Даже прошедшая термическая обработка рыбы может быть опасна для вас в плане паразитов. Имеет значение, как и в каких условиях вы будете разделывать рыбу. Иными словами, для разделки рыбы у вас должна быть отдельная дощечка. Отдельный нож. Отдельное помещение. То есть на расстоянии 1-1,5 метра от вас не должны лежать продукты, которые будут употребляться в пищу без дополнительной тепловой обработки. Иными словами, вы здесь разделываете рыбу. А в метре от вас лежит зелень. А в метре от вас лежит кусок хлеба. Либо дощечка, на которой вы будете резать зелень и помещать ее в салат. Либо в хлеб, который вы потом будете кушать. При разделывании рыбы, когда вы режете капли клеточного сока, при разрезании клеток летят. И в них могут находиться возбудители и кошачьей грузки, и лентеца широкого и других паразитов. Поэтому эти условия нужно правильно соблюдать. Тогда у вас не будет возникать вопрос, что будет, если вы съели сырую рыбу либо плохо обработанную. Более того, когда вы готовите рыбу, если вы жарите рыбу, не нужно жарить большими кусками. Пока вы нагреваете рыбу с одной стороны, температура постепенно повышается. Наиболее высока у той поверхности, которая контактирует, скажем, со сковородкой. А в центре куска температура невысокая. Вы рыбу кусок перевернули. Все продолжается по новой. Здесь согревается. А в центре куска может быть плохо термически обработанная рыба. И тут могут сохраниться возбудители. Глистных или паразитарных инвазий. Поэтому для того, чтобы рыбу жарить правильно, вы либо режете рыбу тонкими кусками и хорошо обжариваете. Либо в конце накрываете крышкой. И томите, либо тушите 10-15 минут при накрытой крышке. В этом случае кусок прогревается равномерно. Паразиты погибают. Да! Это не самый лучший кусок рыбы. Но! С одной стороны у вас разнообразное питание. У вас появился еще один источник белка. Но это безопасный источник белка. Который не будет годы и десятилетия портить вам жизнь. Если вы знаете, что будет, если есть сырую рыбу неправильно. Я свою цель достиг. И на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на него лайк. Потому как всего небольшой кусочек сырой рыбы может на годы и десятилетия испортить качество вашей жизни. И соответственно сократить ее продолжительность. До новых встреч на моих каналах Доктора Скачко и Школа Доктора Скачко. Ответ на второй вопрос, как заваривать семенальное правильно, вы узнаете в следующем видео на канале. Спасибо. Продолжение следует...